приехал проведать пчел провести ревизию посмотреть по кормам где сидят на это время сегодня 8 января 2018 год ну и почистить литки в общем сделать такой визуальный осмотр и вот что я вижу цветы полезли 8 января частяк весенний и там лезет тепло так одну я глянул не удержался вот столько подмора начистил но тут я отмечал уже не помню какого числа то есть первый раз были они по передней стенке внизу второй раз когда я смотрел ну это в декабре были было тепло и клуб находился передняя стенка и чуть вытянут был к середине но сейчас так же самое посмотрел они тоже у передней стенки и немного вытянулись ну вот столько начистил подмора пока оставлю на прилетки потом соберу ведро ну и сейчас посмотрим дальше сейчас сниму крышу тут я уже подушка видите какая и вот есть влах вот здесь получился у меня такой зазор вот и славу вылазит подушку надо поменять то есть я уже приготовил их заносить зимовник положил уже сетки им ну не знаю видимо не придется их заносить с такой погодой как так получилось что тут зазорчик у них так смотрим что там не знаю будет видно не 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 видно в общем немного пчелок есть вроде сухо и здесь совсем чуть-чуть пять десять пчелок застыла в общем вот так так сетки я уберу видимо наверно не придется заносить в этом году так пока подушкой накрою это не есть запасные сейчас поменяю вообще надо ставить сюда еще сверху магазин чтобы было сверху воздушная подушка сейчас я эту крышу сниму включусь ну здесь подушка нормальная так сетку снимаем включил подсветку сейчас посмотрим может будет видно что там на дне так ничего не видно в общем немножко есть подмора буквально пчелок 5 можете оо видно вот и сухо стенки сухие и на дне я не вижу влаги сейчас тут шо у нас творится ну тут тоже нет не видно о блин как угол поймать ну вот в общем немного подмора и вроде бы все сухо да сухо а нет вот вот в этом уму немножко есть влаги на немножко есть здесь так тут забыл под холстик залезть но сейчас буду подушку менять посмотрю где они сидят что у них там с кормами прохладно нету тепла я думаю она не остыла бы за это время тут у нас шо так передняя стенка и вытянулись были к середине так ну вот середина вот где-то здесь и они там вот сидят сбились немного в левую сторону но принципе все хорошо переживал что будет сильно влажно у них ну а так в принципе я вижу все нормально ну и тут у меня все равно получается вот такая небольшая щелочка ну тут я вижу сухо вот здесь закрыто тоже сухо в общем пойдет ну что тут у нас под подушкой сейчас не тепла я не чувствую вот ну и так же они сидят у передней стенки и вот здесь середина то есть на это время еще все отлично сейчас я пойду возьму мил чтоб отметить на ульях расположение клуба вот и заодно подушку вот эту заменю поменял я этим подушку вот у них была щель спереди вот там холстик я ее закрыл ай блин корпус перекрыл немного то сейчас сделаю здесь щельку небольшую ну ты по букам продохи на улице я еще не зимовал опыта у меня нету поэтому будем учиться может и не придется заносить в общем пишем карандашик сломался пополам передняя середина и здесь передняя середина передняя середина щупает погодку зайди заходи так ну и есть у меня немного свободных корпусов сейчас буду ложить корпуса вот но таким образом чтоб воздушная подушка сверху было больше чтоб подушка не прилипала крыша потому что вот где была влажная подушка на крыше прилипало и так крыша немножко взялась грибком сейчас я тут пока доделаю почищу литки мы пойдем дальше чтоб не на не создавать такое нагромождение корпусов крыш ну еще и в этих двух там я уже показывал почистил здесь сейчас буду чистить ну подмора минимум вот залазишь вот такой крючок у меня из толстой проволоки алюминиевой не знаю корпус от 165 вот тут полтора корпуса и вот настолько я залази туда вовнутрь и вот столько подмора сухой подмор так ну пока все мне нравится то сильно переживал думал будет сильно влажно в ульях потому что у нас постоянно дожди дожди туман и дожди так ну и здесь да и вот верхние литки у меня закрыты как с осени они были закрыты так я их и не открывал но открывать не буду тут чуть вообще ничего нету они вот немного есть есть все ну пока все хорошо пока мне все нравится вот нижний литок полностью открытый поставлен на заградитель так пока пустыть все лежит потом уберу ну наверно сейчас я уже раз снимать начал пройду есть ряд этот этих я еще не смотрел в принципе похожая ситуация во всех ульях подмора почти нет вот так глубоко залази и тут матка 2016 года старушка хороших маток такие которые очень хорошо себя показали я оставляю на два года но тут вроде как и и подмора больше да немного больше но раза в три наверно больше чем в тех сейчас заглянем посмотрим что там подморчик сухой вроде бы есть темная пчела вот ее много здесь старая пчела которая пошла зиму так ну и здесь сейчас еще прочистим здесь наверно почти ничего не будет потому что здесь у меня клуб у задней стенки но вот это те которые к выходу пробирались и оса так этот ряд прошли почистили сейчас принесу корпусов буду еще ставить сюда ну и включимся ну и следующее хотел попропускать немного но сюда залез уже надо будет показать но подмора тоже совсем немного сухо но они вот так что у меня тут отмечено были посередине вот то есть вот так вот до передней стенки сантиметров 10 но они принципе тут сидят плюс еще тепло вот и здесь вот так вот сантиметров тоже 10 тепло клуб тепло клуб рыхлова тенький рыхлый клуб ну как говорит мой друг паша паша привет берем эту семью на карандаш берем на карандаш так где мой карандаш середина так середина ну и поставим галочку что она у нас под контролем ну а это где у нас было больше подмора ну подушка сухая но что то какая то некрасивая сейчас глянем что тут у нее так ну по бокам подмора мало и все сухо так видно не видно немного видно да вот это с края где я вычищал чуть больше ну вот так так тут ближе плотнее к стенке видно не будет наверно не прохладненько тепло я не чувствую ну сидят в принципе хорошо вот передние стенки вот центр они дошли ну клуб такой разрыхленный ближе к середине он находится то есть с этими все нормально эти на 145 рамки сели они у задней стенки и вот подушка тоже мокрая вот мокроватая поэтому надо ставить если вот так оставлять на улице их надо корпус ставить чтоб там была воздушная подушка чтоб не прилягала крыши плотно но ну здесь тоже все нормально тепла я особого не чувствую ну по подмору в принципе по подмору у всех одинаково немножечко есть совсем немножечко так ушел вот тут и докуда вы дошли ух ты вот они наверное выскочил сантиметров 15 наверное до передней стенки а крайняя улочка вообще продвинулась сильно так этих тоже берем на карандаш так но эту мы пометили сильно она вытянулась вдоль улочек тепла вроде не ощущается но я имею ввиду под подушкой может погода теплая то есть я ее пометил чтоб посмотреть еще завтра послезавтра я буду здесь морозы будут посмотрим ужмется нет и вот следующая тоже у меня на 145 так ну смотри вот здесь вот больше подморчика а с этой стороны нету с этой стороны нету так что у нас здесь эти тоже у задней стенки так рыжики мои у задней стенки ну и куда вы продвинулись так ну эти ну немного дальше середины тоже как-то в эту сторону они ага это наверное с этой стороны больше подмора наверное с крайней улочек осыпались с крайней улочки а чушь они не перешли хотя тут есть непонятно ну ладно по идее должны под рамкой переходить так ну этих я думаю нормально еще в принципе место есть ну на всякий случай отметим задняя середина берем под контроль да и там я на одном уле увидел я когда последний раз заглядывал это было 3 12 декабря 3 числа 3 декабря я у них смотрелось сегодня 8 января то есть больше месяца прошло так ну ладно идем дальше если будет что-то интересное покажу следующее у меня семейка два в одном идет вот здесь открыл три рамки в этой четыре предыдущие записи были что они у передней стеночки да так они тут и сидят вот на трех рамочках все улочки заняты крайняя тоже ну вот я вот смотрю вот здесь что-то немного как влаги нету а сырость какая то есть то есть ну рамка хорошая полнометная надо увеличить вентиляцию так это вот они здесь так тоже вот так вот все улочки заняты да и тут я вижу на дне ну не так что влажно но пару капель каких то есть что это за капли непонятно надо увеличивать вентиляцию вот это у меня b22 которая в 2017 году покупал у меня их две матки одна на 145 рамки и одна на 300 сейчас посмотрим как они зимуют интересно подушка сухая сила у них поменьше чем ну в принципе нормально так подмора стеночки сухие так тепло я не чувствую ну ну здесь тоже все хорошо так так они у меня у передней стенки были ну в принципе отлично вытянулись до середины так вот у передней сидят 6 рамок это на 145 это на 145 молодцы да и у этих я увеличил вентиляцию то есть подушку немного сдвинул больше продухи здесь оставил и открыл верхние литки потому что что-то мне не нравится так сейчас идем дальше ну вот еще одна на 145 тепла нету я потрогал подмора в принципе во всех одинаково немного ну и здесь так же я не знаю ну может 5-10 пчелок вот так и сухо хорошо сухо это у меня тоже на 145 рамке в принципе отлично в принципе отлично отлично идем дальше вот у меня вторая б 22 бакфаст это на 300 это на 300 рамке вот ту я показывал на 145 а это на 300 сейчас заглянем как у них здесь так холстик даже не теплый так по подмору смотрим вот так вот стенки сухие с этой стороны с этой стороны подмора чуть меньше стенки сухие так у передней стенки они были так есть и до куда мы дошли мне кажется потеплело даже было плюс 6 когда начал осмотр сейчас жарко мне стало обещали похолодание да вообще шикарно шикарно сидят и до середины не вытянулись даже не вытягиваются так закрываем отлично ну перешел к малышам своих вот там у меня три улья стоит по два в одном то есть две семейки в одном улье вот и здесь две я уже просмотрел в принципе все нормально не знаю сейчас одну посмотрим а так в принципе если будет что-то интересное тогда включусь ну а так вроде бы все одинаково у них так подмора совсем немножко здесь четыре рамки вот так они сидят вот отмечено у передней стенки ну первый раз смотрел второй раз у передней и сейчас у передней стенки сейчас попробую открыть туда заглянуть так ну рамка вроде нормально они не зацвела но тут небольшой не видно немножко на крайней улочке сидят так ну то есть все нормально здесь ну и эту заглянем так эти у меня отмечено что ближе к середине так и есть посередке сели так рамочка вроде тоже нормальная сухо так ну отлично тут я смотрю вот возле перегородки глухой совсем немного пчелы то есть у них получается отдельный клуб так они почему-то и сидят эти разные клубы у них но я замечал с осени что у некоторых семей клубы свои были это наверное одна из них то что получается это сидит у передней стенки вот здесь а это по центру вот здесь разные клубы и клуб у нее не вплотную к перегородке то есть а вот так вот по центру рамок ну вот это интересная семья надо ее поставить на заметку вот еще одну покажу какая ситуация то есть с этой стороны три рамки семья послабше здесь четыре рамки семья сильнее немного и они вот как сели та что слабше села у литка то есть у передней стенки а та что посильнее наоборот не у литка а у задней стенки ну так еще бывает садятся слабее у литка а сильнее подтянулось подтянулось к ней к задней стенке вот они у задней стенки вот видно да а вот это что слабее получается у передней тут по подморчику ну есть немного ну и напоследок вот эти две семьи в одном уле глянем так эти у задней стенки тепла не чувствуется да эти значит должны быть у передней а а посередине ага интересно так эти значит у задней ух ты а что такое что это они так резко 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 открыл видно так эти посередине что эти тоже загудели но на лицо садятся они жалят прям под глазом лазит да эти ну ближе к середине вытянулись только что то они такие шебушные видимо я крышку громко снял что их потревожило и они вот это так выскакают так выскакают так ну ладно все равно посмотреть надо было ну и отмечаю сразу тоже интересно эти у задней стенки а эти от передней уже вытянулись к середине хотя они у середины и были они наоборот вытянулись ну да ну давай залетай тепло обещали сегодня на ночь мороз вот как было плюс шесть так и есть плюс шесть а уже часов наверно не знаю часа три наверно есть уже убивает давай зайдем заходи не хочет ну ладно заканчиваю уже осмотр вот и здесь где у меня малыши стоит семейка и я в одном уле то есть было у меня так же само две семьи в одном и я их осенью объединил а что объединил по моему матку продал ну в общем что-то объединил сейчас глянем что у них здесь так вот так вот все улочки заняты подмора подмора нету ну и сухо сейчас посмотрим с этой стороны так вот тут немножко вижу в углу вроде сухо а пчелка лежит такая поросшая грибком зацвевшая так ну и тут в крайние улочки так и вытянулись они к середине в принципе нормально все ну сейчас еще про пройдусь под мор почищу вот одну рамку я вытащил вот там вот у семьи ну она и светлая и они на ней не сидят то есть они как-то ужались стояло у них 4 рамки они ужались на 3 рамки это оказалось рамка пустая ну то есть не обсиженная ну ничего она не зацвевшая мед не бродит не течет ну сейчас ковырнем ну мед не севший отлично так ну закончил я и на этом тачке почистил подмор то есть со всех семей у меня вот набралась это трехлитровая ведерко ну я не знаю ну сколько тут ну полулитровая баночка может будет попадается несколько пчел таких подсвевших где-то я вычищал несколько было не видно ну в общем немного было вот ну а так в принципе подмор нормальный я конечно ожидал худшего я думал много будет подмора на дне будут лужи стоять по стенкам будет течь потому что погода у нас была такая дождливая туманная в общем нехорошая погода была когда нет все нормально оказывается еще и хорошо в пару ульях я немного видел влажность была повышенная ну я увеличил вентиляцию думаю все выправится вот это кстати пчелки с тех ульевы были такие подсвевшие вот и вот здесь я смотрел вроде бы влаги не было а в углу тоже лежала такая пчелка одна ну бывает туда в угол вентиляция не доходила вот она и зацвела то все таки вот дела ребята все я справился слава богу все хорошо ожидал худшего но оказывается все хорошо все всем пока удачной зимовки все пока пока